С вами Ри Ран и это Дайджест Кейпоп и новостей. Провожаем Джина в армию! Прям сегодня ушел, не знаю как быстро смонтирую этот ролик и как быстро вы его посмотрите. Но уже мемберы там публиковали фотографии, всякие уже другие новости смежные с этим появляются. Также премия Asian Artist Awards проведили как-то ряды групп, отправленных туда на некоторых мемберов. Все сначала не поняли с чем это связано, но вот кажется разобрались. Есть еще некоторые новости по тем ребятам, которые сейчас активно вовлечены в всякие споры, разговоры и скандалы последнего времени. Но возвращаться к работе, мне кажется важно об этом упомянуть, для того, чтобы немножечко утешить свои, успокоить нервы. Давайте об этом и о многом другом прямо сейчас с вами будем разговаривать поподробнее. Полетели! Asian Artist Awards 2022. Премия проходит в Японии как раз таки опять же сегодня, 13 декабря. И там заявлено очень много выступающих. Севентин, Лим Йонон, Пентагон, Дободж, Стрейкитс, Вери Вери, Ичи, Айфен, Миксли, Серафим, Кеплер и я не буду перечислять все, в основном четвертое поколение. Вдруг появляется сообщение о том, что Сяо Тин, девочка-участница Кеплер, будет отсутствовать на мероприятии с остальными девчонками по состоянию здоровья, что конкретно у нее не упоминается. Но говорят, она будет сосредоточена на восстановлении, пока вот девочки остальные будут там, значит, участвовать. И все такие, ну хорошо, одна из, знаете, многих новостей подобных, которые мы с вами обсуждаем. Вдруг Ди Эйд, а также Джун и Севентин тоже вываливаются из состава группы и отсутствуют на этой премии. Более того, появляется еще и новость по Ян-Яну из Пентагон. И все такие, так, а с чем это может быть связано? В конечном итоге, кажется, разобрались люди. Дело в том, что сама эта премия, и плюс она ко всему, как я уже сказала, проходит в Японии, совпадает с датами трагедии китайского народа. Речь идет о нанкинской резне. Это произошло еще во времена китайско-японской войны. И суть в чем? В том, что было очень много погибших, изнасилованных, покалеченных. Речь идет о десятках тысяч, по некоторым данным и по другим данным достигает практически полумиллиона человек, только погибшими. Очень чувствительная тема для всего китайского народа, поэтому китайцам участвовать на этой премии, в этой премии, присутствовать на концерте, веселиться, было бы достаточно кощунственно. Поэтому я даже от Кенни Тизен, от многих, несмотря на то, что те очень любят катить бочку на все китайское, но видно из солидарности, потому что есть исторические проблемы с Японией и у корейского народа, сказали, в принципе, это логично и было бы странно им там присутствовать, поэтому мы все понимаем. И вот агентства поступают, как мне кажется, достаточно правильно, для того, чтобы, во-первых, не тревожить самих артистов в этот день, с другой стороны, чтобы не навлекать большего негатива со стороны китайской аудитории на всех этих ребят, потому что они же у нас как куклы неподневольные, им сказали идти выступать. Они как бы сильно спорить по этому поводу не могут, поэтому вот такие, собственно, новости по Asia Artist Awards. Но пока что они победители, ничего, естественно, я не знаю, потому что премия вот только вот сегодня, все у нас должно случиться. Луна, девчонки, я уже упоминала в прошлом выпуске, что готовятся к камбэку. Вдруг заявило агентство, начали выпускать первые уже материалы, это тизер, это постер. И знаете, что примечательное? В том, что это не там, не там, я девочек пока что не вижу. Вот, там руки, можно видеть, чьи руки, я не знаю. Ну вот, как мне кто-то писал в комментариях, что одна из девочек на фан-кафе даже отреагировала на новость о камбэке, типа, камбэк, ого. Ну, мол, тоже девчонки были не слишком-то в курсе, что у них, оказывается, камбэк должен в январе. Ну да, подтвердило агентство уже даже дату, 3 января, как, собственно, инсайдеры ранее и сообщали, сам альбом получил название, сейчас скажу, как называется, Luna The Original Album 0. И вот там уже всякие штучечки видно по их вселенной, потому что на постере написано, what's next? И тоже вот эти вот квадратные скобки. Собственно, давайте посмотрим, что будет, но мне кажется, этот камбэк прям семимильными, наверное, шагами сейчас будет делаться. И что из этого получится, непонятно. Я напомню, что это только первое у них такое возвращение в составе 11 человек после ухода Чу из Луна. Не буду возвращаться ко всему этому скандалу Ли, да, скажем так, разговору по поводу ухода Чу и дебатов, кто виноват и вообще там чё как. Просто скажу, что появляются новости о том, что сейчас, в принципе, очень даже активно. Во-первых, тут рассказано в статье, что она задействована сразу в нескольких шоу. Например, это Midnight Horror Story, также Dreamers. И вот недавно она стала утвержденной ведущей для Love Alarm, ещё одно шоу. Более того, как исполнительница, она продолжает выпускать музыку. Речь идёт об Осте, Остишке, то есть саундтреку к фильму тоже, так мне перевёл гугл-переводчик. Confession называется сама композиция. И вот она ещё записала один совместный трек вместе с Джорджи или Джорджи. Я не знаю этого исполнителя, но вот песню, если хотите, послушайте. Поэтому мне кажется, девочка сейчас максимально активна, несмотря на все эти скандалы, продолжает работать. И это самое главное, что не попали мы вот в этот вот коллапс, когда артист исчезает, и о нём ни слуха, ни духа. Я хочу также про Лисенги напомнить, который сейчас находится в тяжбах со своим уже агентством, тоже с директрисой. Не хочу ещё раз всё пересказывать, скажу, что его утвердили на должность тоже ведущего. На этот раз шоу реалити по JTBC, это будет как раз-таки, скорее всего, формирование какой-то ещё одной очередной айдов-группы, насколько я поняла. То есть какое-то музыкальное будет шоу. Это я только так думаю, это не точно, но я поняла так. И вот, собственно, JTBC говорят, что он идеально туда подходит, потому что, ну, во-первых, он прекрасный актёр, хороший ведущий, со поставленной речью, логикой и всем остальным для ведения такой программы. Но поскольку у него есть также музыкальное, да, вот уже делается акцент на том, что он не только актёр, но и певец, у него есть музыкальный опыт, он отлично будет разделять чувства участниц. Участниц, по-моему, там что-то у нас будет с девчонками конкретно связано. Хорошо, поздравляем, сюда же в эту копилку я бы хотела упомянуть ещё и Ким Сун Хо. Да, с ним скандал произошёл не сейчас, а уже 100-500 лет назад. Ну ладно, не 100-500, но год так точно. Этот парень прям взлетал как актёр, да, особенно вот Деревня Ча-Ча-Ча, ещё другие у него роли были. Он прям полюбился-полюбился, потом трёх-бых скандал этот с типа бывшей или не типа. И потом всё утряслось, слава богу, его имя Световое было реабилитировано. Тем не менее, с некоторых проектов он ушёл, в каких-то он остался всё-таки. Потом, в конце концов, они появились на экране. Вот, например, в статье упоминается его фильм «Грустные тропики». Я сама не смотрела, кто уже успел посмотреть, вышло, не вышло, сериал что это вообще такое. Но, что я о нём заговорила? Да то, что он впервые провёл свой фан-митинг. И там собралась приличная толпа народу, то есть целый зал. Это всё происходило в Сеуле. Он поблагодарил всех за то, что они, несмотря ни на что, продолжают оставаться рядом с ним. Мне кажется, это очень здорово, что вот так вот артисты могут чувствовать поддержку и продолжать двигаться дальше. И что вот скандалы или какие-то вот эти вот проблемы, как это было ранее, не ломают полностью жизнь артиста. И он может подниматься на ноги и идти дальше. Только из-за этого собрала прям в кучу, да, вот эти вот новости для того, чтобы показать, ребята, когда вспыхивают скандалы, не спешите хвататься за сердце. Это тяжёлое время, как сказал недавно Джей на трансляции. Но этот день тяжело пережить, день, да, если так выражаться, эту ситуацию конкретно. Но оно всегда того стоит, потому что в будущем обязательно всё будет хорошо. Джинни из Амикс в прошлых новостях рассказывала, она вдруг покинува группу. Группа дебютировала менее года назад. И тут, нате, вам, да, девочка одна из основных таких участниц, которая была у всех на виду, без каких-либо обоснований и предпосылок покидает группу. Люди сейчас всё больше утверждаются во мнении, что на самом деле это действительно было внезапным решением. Напомню, агентство сказало, что это было её решение, что она решила, они согласились и она ушла. Люди, естественно, не верят. Говорят, нет, у нас что-то тут не так. И по большей мере сейчас ещё также обсуждают, что вот должны были выйти некоторые зарисовки, некий контент рождественский, праздничный, новогодний в эти дни, но не вышел в графиках. Потому что агентство предупредило, что возникли некоторые производственные, так сказать, трудности, требуются доработки и он выйдет с задержкой. Я думаю, вы уже поняли, все догадываются, что Джинни была участницей ещё на тот момент и также снималась в этом контенте. Но в данный момент, когда она ушла, её нужно отредактировать, вырезать или ещё что-то. И вот больше всего раздражает народ, что они говорят, живой пи. Может быть, вы перестанете делать вид, что ничего не происходит. Мы знаем, что это не была её инициатива. Короче, вот так. С другой стороны, я знаете, о чём думаю? Откуда мы знаем, какие жизненные перипетии могут происходить в жизни самой Джинни? Откуда мы знаем, что могло случиться в её жизни для того, чтобы она приняла такое решение, если она его приняла? То есть, это не обязательно агентство. Если она какое-то время назад говорила, что у неё есть планы на будущее или ещё что-то, в любой момент могло произойти что-то, о чём она или её агентство рассказывать не хотят. Но это подтолкнуло на то, чтобы изменить свои планы. Но с другой стороны, да, действительно, вот такие вот резкие повороты очень похожи на какие-либо конфликты или несогласования между артистом и агентством. Потому что в противном случае можно было бы хотя бы уйти на перерыв, а потом уже подумать, да. А тут кардинально сразу расторгнут с девушкой контракт и она, собственно, отправлена в бок. Поэтому присоединяюсь ко всем переживающим у меня в комментариях под прошлым роликом, кто очень тяжело перенёс уход этой девушке. И, конечно же, будем ей желать, чтобы причина, по которой она ушла, никак не повлияла на её дальнейшую деятельность и всё у неё сложилось только хорошо. Спонсоры этого новостного выпуска, как обычно, читаю ваше сообщение, которое вы мне прислали по донату. Первое от Анхельги, ты прислала мне на вкусняшки. Вот такую кругленькую сумму, спасибо тебе большое и за вкусняшки, и за поддержку. Есть ещё сообщение у меня от Любочки. Ты написала, давно смотрю ваши видео, они так вдохновляют и заставляют широко улыбаться. Обожаю вашу подачу информации, успехов и здоровья. Спасибо тебе большое, да какая там у меня подача. Села и болтаю просто безумно, думаю, так надо уже заканчивать, люди уже, наверное, устали меня слушать. Спасибо большое тебе. Также вот, Нюточка, ты тоже мне прислала свою большую поддержку, написала. Уф, это мой первый донат, но ты мне так понравилась, что я не смогла не поддержать тебя. Побольше бы таких ярких, открытых людей, и мир станет лучше. Береги себя и свою семью. Мне бы хотелось верить, что я на самом деле такая, как ты меня описала. И тогда бы точно мир стал немножечко лучше. И вот мне ещё также сообщение с помощью пришло без сообщения анонимно. Вот так, даже сказать нечего, просто отправлю тебе сердечки. Спасибо большое, сообщение получила. Естественно, Байл Хай и Сарон Хай в самом конце. Для всех авиат, кто поддерживает меня и новостную рубрику. А теперь возвращаемся к новостям. Давайте поговорим про Джина. Вы готовы? Я не готова. Потому что этот мужчина пошёл на воинскую службу. Заранее он опубликовал фотографию с себя Бритова. Сказал, думал, будет хуже. Я смотрела и думала, боже, ну какая милотень. Нет, все, конечно же, пишут, что боже, что с волосами, что без волос идеален. Я согласна, что идеален, да он такой миленький. На фотографии без волос, хотя с волосами он тоже миленький. Короче, да, он выглядит немножечко иначе. С другой стороны, сколько раз мы видели их и в кепках, и в шапках. Поэтому для нас их лица, собственно, ничем не поменялись после того, как его побрили. Тем более там не далосться, там ну сантиметр точно есть. Как вы отреагировали на фотографию Джина, расскажите мне. Естественно, Джин еще раз попросил, чтобы не приходили армии на его проводы. Поскольку информация о дате и месте зачисления была обнародована инсайдерами, так сказать, салита, да. Он напомнил, что там будут присутствовать другие новобранцы, что там будут присутствовать их семьи, другие люди, и могут возникнуть сложности и проблемы из-за того, что явится туда толпа. Как армии, так и прессы. Что касается остальных, ребят, экстренно все повозвращались как раз-таки к проводам Джина. Сначала вернулся из Нью-Йорка у нас Чим-Чимка. Там толпа в аэропорту, все такое, уже не буду останавливаться. Также Тэхион, говорят, прям практически впритык к проводам Джина прилетел. Тоже хвалят его за внешний вид, такой милашка, все дела. Ну, собственно, чё? Естественно, собралась все равно толпа, но только не фанатов, а репортеров. Я смотрела вот это видео длинное, пятичасовое. Ну, нет, я не пять часов смотрела, я смотрела уже в записи некоторые моментики. Потому что я знала, что я буду снимать ролик, поэтому думаю, гляну хотя бы, чё там, да как, да. И там прилично собралось вот к народу. Ну, я не знаю, мне кажется, ну, несколько десятков точно самих репортеров. Говорят, что поклонников было не так много, прям совсем чуть-чуть-чуть-чуть. В основном там столпилась как раз-таки пресса. И, естественно, правительство подстраховалось на всякий случай. И на проводы Джина туда было привлечено, как пишут статьи, более 270 ОМОНовцев. Помимо этого еще были всякие разные сотрудники, которые следили, чтобы не продавался паленый мерч. Об этом, кстати, еще Биг Хит в своем заявлении говорили о том, что Джин уходит. Но у нас там как бы не покупайте ничего, никакую паль. Мы будем следить, наказывать по этому поводу. Даже медики были там на месте на случай чего. Я когда включила вот тот самый ролик, да, говорят, что уже ближе туда, к двум Джин приехал непосредственно туда. Джин и все BTS. Вот, ну, а сначала действительно было не так много полисменов. Потом как-то вояк там поувеличилось, значит. И стало более тщательно, даже некоторые своего рода оцепляли вот это вот место, где находилась пресса. Для того, чтобы, не дай бог, никто не дернулся, никто не побежал. Ну вот прям реально, там было своего рода оцепление, как мне это показалось. Ну что, приехали они сразу туда на шести машинах. И, как сообщалось, прибыли все мальчишки BTS туда его проводить. Я сначала думала, блин, как вы поняли, какие из этих машин машины BTS. Да туда постоянно кто-то подъезжал. Но потом я выкурила фишку. Во-первых, прежде чем там вот они появились в кадре, уже пошел шумочек такой среди прессы. Типа, о, 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 знаете, вот это вот оконье, которое сразу подсказывает, что вот-вот сейчас начнется самое интересное. И когда машины подъехали, там просто их вот так начали пропускать одну за другой, не останавливая, для того, чтобы не было заторов. Хотя перед этим каждая машина останавливалась, осматривалась сотрудникам, проверялись документы перед тем, как пропустить воинскую часть. И, собственно, тут уже было понятно, этот весь шумок, никто из ребят, ни джин, ни остальные участники из машин не выглядывали. Шесть черных Kia заехало туда очень быстро, то есть все произошло за считанные секунды. А люди там сидели, ну, блин, четверть суток практически, да. Шесть черных Kia заехало. И что, уже оттуда появляются всякие разные фотографии, например, того, как вот шевелюру вот эту бритвую гладят все мальчишки BTS, да, действительно, были рядом с джином, это очень здорово. Даже J-Hope уже опубликовал у себя пост, в котором сказал, что, бро, я тебя люблю, там, будь счастлив, будь здоров. Прикольные были с ним фотографии такие, прям теплые-теплые, семейные. Я думаю, что пока я сниму, будут и от других посты. Если что, добавлю, напомню, что у нас джин сейчас будет проходить, у нас, у них там, будет проходить базовую воинскую подготовку. Она будет около двух месяцев длиться, где-то порядка пяти недель. Не надо выключаться. Где-то порядка пяти недель будет длиться базовая подготовка, а после этого он уже будет распределен в какую-то другую часть. И, предположительно, если он будет начинать, как обычный рядовой солдат, и, собственно, пройдет всю вот эту воинскую службу, типичную, так скажем, то у него еще полтора года службы, плюс вот эти вот пять недель, получается, ему нужно отсужить. И, если все так, предположительно, он в июне вернется 12-го числа. Естественно, на почве всего этого поползли всякие разговоры про Шугу, про Юнги, Мин Юнги, который должен выступать следующим, по идее, на службу. Но это не точно, потому что подтвержденной информации нет. И поползли сплетни слухи о том, что вроде бы как его назначили на госслужбу. То есть это не в воинской части, а непосредственно уже где-то либо полисменом в офисе, да, там вот что-то такое, следить за порядком. Ну, то есть вот как бы далеко от там окопов и всего остального, хотя те, кто заступает на госслужбу, они все равно проходят базовую воинскую подготовку. То есть собирать там их автоматы, ползать вот это все, они как бы учатся все без разбору. У Юнги есть травма, да, там он пережил операцию и у него был разрыв связок на всякий случай. Операция произошла, прошла вот в каком, в прошлом году или в каком, ну, то есть не так давно и требуется более длительное время для восстановления. Но Big Hit Music по этому поводу уже высказались и сказали, что не могут пока никакую личную информацию подтвердить касательно участников BTS и каждый из них заступит на службу, исходя из своего индивидуального расписания. Я, честно говоря, за то, чтобы, наверное, Юнгип заступил все-таки на госслужбу, но фишка в чем? В том, что госслужба немножечко дольше, годика так на пол, да, так что он может дольше отсутствовать. Все, ребятушки, если что-то еще появится, пока буду монтировать, добавлю, в принципе, несмотря на то, что вы меня не видели целых три дня. Вот, новостей собралось не так много, но какие? Джин, боже, джин, джин, джин. Тяжело почему-то отпускать, особенно, знаете, когда эта тема уже настолько обмусолена-обмусолена, но с другой стороны, честно говоря, там в той роте в основном служивы помладше, чем джин, джин уже взрослый, зрелый, возможно, им будет легче. По большей мере, что люди-то беспокоятся, когда артисты заступают на службу, что из-за повышенного к себе внимания они постоянно находятся в какой-то неуютной атмосфере, могут врываться и в душевые, и в туалеты, но я уж думаю, как-то они там перестрахуются, организаторы, собственно, воинской части, как они называются, для того, чтобы обеспечить комфортную службу джину, потому что, ну, не дай бог, этот парень выйдет, еще и пожалуется, что там в армии что-то не так было. Вы что, будет же великий скандал, поэтому я думаю, что должно быть все хорошо, будем ждать новостей от джина, периодически ребята, несмотря на службу, служивые, вояки, солдатики, дают о себе знать, появляются на каких-то мероприятиях, в качестве зрителей, например, да, иногда даже посты публикуют, поэтому сильно не расстраиваемся, первый пошел, ребята, пошел, удачная ему служба. А на этом завершаю свой новостной выпуск, спасибо большое всем авиаткам, кто насмотрел его до конца, кто поставил небольшие пальчики вверх, и, конечно же, тем, кто поддерживает новостную рубрику, своими донатами, все. С вами была Риран, люблю вас, целую, пока-пока-пока.